наш мир продолжает радиоблог игоря цесарского здравствуйте игорь добрый день серёжа добрый день уважаемые радиослушатели итак очередной выпуск и прежде чем я представлю моего сегодняшнего собеседника напомню вам о том что ты в клубе континент на том же ю тубе вы можете найти наши новые записи последний из них была с господами политологами господином и левковым и туфельдом и я думаю что это будет интересно послушать тем более что там мы разбираем темы еще не ушедшие из новостного ряда а именно прошедшие съезды демократической партии прошедший съезд партии республиканской ну и немножечко о кинош и вот такие нож и сейчас говорят все а я буквально сегодня имел счастье проезжать мимо этого города но как говорится проходите проезжайте мимо вот и я так и сделал и приехал в студию сегодня а теперь я уже могу представить своего собеседника сегодняшнего моего коллегу блогера человека который участвует активно в процессе тв-клуба михаила гирштейна миша добрый день забыли но немножко в континенте тоже но в континенте немножко правда последнее время читатели меня немножечко так скажем атакуют потому что привыкли чаще видеть за подписью либо миши гирштейна либо некоего фердинанда прометеева но будет будет все были некие проблемы поэтому сейчас уже все решилось поэтому все и проблемы это про про проблемы в киноше у тебя это так это да у меня это так но все будет на этой неделе вот вы все все услышали так что понимаешь уже назад дороге а за тот самый рынок надо отвечать да все будет час будет более регулярно хорошо ну пока ладно это будет а пока есть мы сегодня на связи и порадуй же чем чем-то таким интересным потому что я думаю жизнь нас и без наших комментариев радует но я думаю тебя припасено что-то на сегодняшний раз но сегодня как ну во первых как ты уже правильно сказал это киноша вот потому что уже губернатор висконсина пошел по как это неверной дорожки проложенной мэром портланда этом тэдом виллером который сказал там же собрался приехать в киношу вот и и губернатор губернатор висконсина как написали там новостные издания он у него были как это strong words отношению к трампу вот но мы помним чем кончились эти такие слова у мэра портланда тэда виллера которого теперь требует в отставку тоже потому он там самый либеральный мэр в америке а его требует в отставку потому что он недостаточно либерален все равно вот эти все эти бандиты из антифы я только зря это не помню то ли в то ли портланда то ли сетла портланда портланд для меня это все далеко все на западном побережье и она слилось в одну в один общий город такой вот поэтому а и посмотрим как теперь в висконсинский губернатор что 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 в итоге получите ну получим как говорится тоже что получают они у себя потому что если не заниматься этим вопросом так как занимаются в республиканских штатах но имеется ввиду в том же техасе мы хорошо помним историю вдалась и когда тоже вроде толпа собралась но и очень красиво так объяснили что если они будут себя плохо вести то их потом тоже не пожалеют и кстати говоря и не пожелали пожалели и никто не может вспомнить чтобы вдалась и том же что-то происходило непотребное ну даже в общем супер либеральном хьюстоне ничего особо на них пришло но не он не супер либеральный зимой и а да да то есть свой опыт имел да там в конце прошлого года там общем на каждом углу нет я извиняюсь я был да да там на каждом углу хьюстон и остин значит там на каждом углу еще по 3 висели плакаты бета бета поэтому то есть там например видеть плакат из например там с тэдом крови оставшиеся еще после выборов тех на что выбрать вы видеть плакат из тэдом круза мне я не видела об это был на каждом углу хотя он уже в общем тут скорее всего не 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 соотношение либералов консерваторов в том штате а а соотношение тех денег которые бы это решила я просто говорю про хьюстон и остин как 28 до 8 тем тем более супер либеральный в остине университет да да все понятно вот но мы возвращаемся с конченом все понятно будет что как визит трампа он только пойдет на пользу трампу потому что и и так по моему кошмар а скажи скажи пожалуйста вот я прочел я только заголовок сожалению наверно ты знаешь что там было написано ну скажи скажу такой такой есть замечательный русский глагол теперь скипанул да так вот ну якобы было написано что байден в общем то отменил эту поездку в киношу что ты на еще знаешь но отменил понимаешь как если он не собирался туда ехать то потом когда они говорят что не поедет это называется отмени а это вот так это 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 байденовский новаязда и на эту свою конвенцию не собирался ехать а потом сказали что он из-за коронавируса отменил поэтому это же как что назвать а вот никто же не сомневался и к тому же байден не очень наверное хочет хотя конечно мало что соображает но не очень хочет чтобы вот там освистали потому что он уже отличился сильно он уже сегодня успел отличиться когда попытался объединить его там был вынул вынули из его погреба заставили с какой-то речью по этому поводу выступить вот и он уже успел обвинить трампа в том что эти все беспорядки это его вина вот то есть в городах причем большинство в городах где демократический встав статах демократическими губернаторами в городах с демократическими мэрами вот поэтому но это в этом конечно виноват там ну как бы популярности себе байден таким образом не не увеличивает а то что он там после этого выступления как обычно не ответил на вопросы журналистов говорит только о том что он вообще уже ничего не соглашать ну и видео не то что он не соображает они просто боятся его оставлять один на один на бесед сейчас будем смотреть под каким предлогом он откажется от дебата дебаты это явно уже понятно по репликам этих двух почтенных дам которые называются пелоси и клинтон уже ясно что что настоятельность этих рекомендаций она как бы не случайно и потому что они смертельно боятся любой любых дебатов ну в силу того что все-таки люди наверно кое-кто будет смотреть и делать какие-то выводы не рассмотреть будут многие потому что трамп есть там понимаешь даже те кто ненавидят будут смотреть вот потому что как это увлекательные политика у нас еще не было вот развлекательный ну понятно но конечно не никто не будет слушать чего ли байден потому что понять его речи все равно невозможно но я думаю что они отменят и или выставят камалу скажут что ничем не хуже так что подожди подожди не не по сеньке шапкой для того чтобы ее выставить надо бы этого уже усыпить но но и они живут и пить намерены не не до выбора 21 января это понятно вот но мы сейчас не об этом сейчас чем уже как у нас почти сентябрь уже до выборов чуть больше двух месяцев и уже сразу понятно что все трампа ругать больше не в не в чем они нечего не не о чем и и поэтому но надо вспомнить обязательно что станет про что-нибудь русская вот поэтому сейчас но я про навального говорит не будут другой разговор а это не трамп его траванул случай нет как это же тут ты чё-то нарушаешь картину мира а ну да в кооперации с путиным окей я понял как-то да нет коньян и да да в смысле он помог путем вам уж сказать но может быть да то есть это конечно до этого еще не додумались это первый ну наверное нет но не сочтите уши я я на самом деле алексеев сочувствую потому что это уже бандитизм уже про опробированный но но уже слов нет это кроме но самое страшное в этом скажем что если не дай бог с ним что-то случится вот то россия конечно может и тоже подняться как и белоруссия но тогда вместо достаточно как бы умеренного навального выплывет какой-нибудь гиркин или гиркин он же стрелков он же тогда еще и на одну стрелков и это будет совсем печально хорошо мы ушли мы ушли родимой америки возвращаясь к выборам естественно русская тема опять спула опять наш любимый нью-йорк таймс вот и сейчас у нас врагом номер один ну два два в номер один у нас не меняется как номер два переходит в флаг у врага номер два переходит из рук в руки и сейчас его подхватил вот розенштейн вот потому что ты вспомнишь что он уже был главным другом его либерального человечества потому что он там следил стал грудью не давал там трогать мюллера ничего и все в общем ждали когда как что какой он молодец он назначил мюллера и вообще все 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 это помнят это я не буду дальше по этому поводу говорить и потом его вильям бара уволил ну или он сам ушел правда говорят что он сейчас перешел на работу где он там 20 миллионов или что такое год получает поэтому по сравнению он не потерял с деньгами в минюсте ему немножко лучше живется вот но но сейчас он стал врагом номер один неожиданно подавали рассказали очередную ужасную историю о том что розенштейн не давал разрастание давал мюллеру и команде мюллера расследовать личные связи трампа с иностранными там с бизнесменами с иностранным общественно страну имеется ввиду с русским с россией что личные связи в личные связи лечь не давали заставляли только очень ограничили связали бедному мюллеру руки и ноги и не давали и ну когда мы говорим мюллер мы конечно это подразумеваем этого вайсмана который все всем там этим заведовал и бедный бедный мюллер не мог поэтому ничего сделать поэтому мы так правду на самом деле о том как россия помогала трампу так мы толком не узнали вот сейчас будем узнавать вот уже нью-йорк-таймс начали публикацию значит понятно что следующие два месяца опять это это то же самое будет ежедневно еженочно там вообще по всем каналам и по всем во всех газетах и рычал маду из мсн бисе она наверно сейчас очень довольна пьянствует на с утра до вечера потому что ей теперь есть опять о чем говорить чтобы лишь бы чтобы не говорить о джо байды ну слушай это как бы в противовес китайской теме да я так понимаю будет это будет это будет как они считают что они правы были что россия помогала сейчас они пытаются опять говорит что россия вмешивается но сейчас у них это опять плохо получается потому что к тому же смешательство выборы в нынешние тема сейчас такая не очень популярная из-за того что сейчас они пытаются сделать голосование по почте и замучили как гестаповцы замучили бедного главного почтальона американского своими беседами в капиталистском калме куда вы его вызвали чтобы он рассказал что это трамп его заставляет говорит что нету денег и что они не справятся с голосованием по почте а на самом деле у них все прекрасно но он этот главный почтальон оказался достаточно мужественным человек достаточно честным потому что он сказал что собственно в общем денег нету действительно и у нас все плохо но это не по вине трампа потому что мы сами как гильдяй вот но он не говорил конечно разгильдяй на весь смысл сводился к тому что в общем мнение почтовый сервис американская почта она деньги теряет 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 а работает нормально поэтому не может вот и пытается как-то экономить но но как обычно не на том но как обычно как понятное дело что как любая государственная система преувеличение продолжительности жизни постепенно становится банкротом потому что обещают платить повышенные пенсии все а люди живут и живут и живут не ну там я как вышел там такие парашюты на слабые после ухода парашюты там не слабо и особенно у руководителей руководителя там эти руководители раздвоя челся но в принципе у всех кто там работает и дай бог здоровья и так далее но им выплачивают достаточно серьезные пенсии и вот ну как обычно поскольку это государственный аппарат то штат раздут очень сильно и плюс еще эти пенсии и остальные там блага все они конечно идут из нашего кармана и а поскольку почтовый почтовая служба над как бы полу независимое плюс еще люди письма писать перестали вот то понятное дело что надо как-то решать надо как-то сокращает но это не принято поскольку в государственном финансировании как мы знаем сокращение бюджета не бывает сокращение бюджета это только сокращение увеличение его роста то есть если у нас был там бюджет там в горе в триллион тоже на следующий год у нас никак не может быть 900 миллиардов может быть только в триллион ну понятно миллиардов или в триллионы 50 миллиарда это это знакомая картина слушай голосование мы на не будем потому что мы все время говорим и в общем то уже оскомину я набил на эту тему почему потому что предположительно она будет очень очень непростым и очевидно что там фокусов будет немало и у под клевин все очень популярно объяснил я могу на самом деле тему немножко разве и потом еще мы оставим там у меня есть еще есть заготовка 1 давай про парамарка что он на эту а он сказал он как раз по этому поводу объяснял на самом деле что в случае если голосование вот допустим будет по почте и не будет посчитано к сроку а что в общем вполне реально потому что например помни джерси до сих пор еще не посчитали праймарис потому что ну не могут но не могут понятно то штамм это очень сложно надо проверять каждую подпись надо проверять все во первых получаете типа проверять кто пришел кто не пришел проверять подпись проверять там рассматривать ну помнишь как в 2000 году все рассматривали эти перфокарты а тут значит рассматривать нужно рассматривать под микроскопом какую крестик обозначен потому что это не то что на маша машина посчитала нужно теперь руками это кропотливо тому же там нужно я думаю что по регламенту нужен там два или три человека чтобы проверили сейчас в условиях того что на работу никто не ходит но особенно госслужащие то не ничего естественно все все идет там месяцами вот и парни как праймарис поэтому не знаем кто победил в праймарисную джерси вот а там получается ситуация такая что если какому-то там сроку там каком-то когда должны сертифицировать результаты результаты еще не сертифицированы а если для того чтобы они сертифицированы были нужно чтобы оба претендента основных подписали дали сертификат сертификат ну подписали такой сертификат лет по каждому что если они не сертифицированы тогда голосование переходит в конгресс то есть конгресс нового созыва если вы тоже смогут посчитать к тому времени к 6 января соберется и будет голосовать за президента но и тогда как я как раз уже писал об этом что президент пилосе были ходили ходили такие лозунги но там голосование идет вот в сериале вип очень хорошо было показано и причем правильно потому что голосование идет не 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 каждый член конгресса палаты представителей а голосование идет по представительством по один голос от штата естественно если в штате большинство республиканцев это будет был саде трампа если в штате большинство демократов голосовой будет за байдена ну скорее всего и поэтому но сейчас раскладка 26 22 26 республиканцев 22 демократы едва где поровну считается что в принципе соотношение сил достанется примерно такой же а может даже чуть изменится в сторону республиканцев в конгрессе поэтому затягиваете то есть им делать голосование по почте это еще хуже чем чем пытаться так потому что так как мы знаем всякое возможно а по почте уже похоже что у них шансов нет совсем ну интересная штука хорошо вот еще поскольку они это не понимали раньше пока я макс ливер не объяснил вот они логи кто-то же должен объяснил теперь крики голосование по почте я вот наблюдаю они как-то паучих он он объяснил тем кто вообще знает кто это и кто слушает много но это не не политтехнологи слушаются хорошо но он же не авторитет для нашей левой братья кто он такой для того для левой братья не то для тех кто что-то понимает там кто понимает посмотрим хорошо я еще одно хотел бы до перерыва тему коротко который ты приложил на самом деле руку вот относительно той небольшой пивоварни которую в общем-то взяли и бойкотировать стали на вашего стресса ожидаемый результат и пивоварня была где-то причем пивоварня кстати в можно сказать почти что в самой либеральном месте ну не самой либеральной месте это все-таки сафа каунте в лонга лонг айленд в нью-йорке но рядом с нью-йорк-сити и пивоварня выступила там два месяца назад или там три почти месяца назад то у себя перед зданием где они там продают это пиво дают пробовать поставили эту доску на которой мелом написали что там black life matter и так далее что мы их поддерживаем вот и тут же бывшие полицейские нынешние полицейские лонграунда организовали группу в фейсбуке с требованием перестать пивы пить пиво из этой пивоварни и в эту группу уже набралось 30 тысяч человек нож кто-то там и кто из них жители окрестных деревень и городов это я не знаю но факт остается фактом и пивоварня обнаружила что действительно народ пиво покупать перестал то есть даже это не связано с коронавирусом потому что пиво покупают всегда вот и они думали 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 через два месяца выпустили заявление в котором как это ну как троцкий примерно во время притского мира вот что и нашим и вашим что мы и вам деньги даем и тем даем а и на это потому что мою любимую полицию мы любим людей там всех цветов кожи раз вот и потому что все все хорошо все хорошее а но на это это мне очень помогло потому что кто-то им тут же написал чтобы варить и лучше пил и занимайтесь политика все правильно и надо сказать что вообще эту инициативу неплохо бы поддержать и вот тем кому вообще-то уже как пиво но она не в этом дело вот кому тоже по кольцу бросать вот лучше бы они бросали чем выступали с политическими заявлениями и она вообще там уже в бейсболе в взяли там ушли с поля боли обозвали до боли вот после киноши вот вот пускай вы тоже работа все хорошо ладно как и в меня полицию да 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 все оказалось не совсем так как как нам рассказывали вот поэтому муж не будем об этом меньше мы будем об этом но уже после перерыва хорошо да да возвращаемся программу радиоблог с игорем цесарским и телефон студии 847 4005 200 мы будем принимать да будем конечно и я напоминаю что с нами сегодня из нью-джерси блогер михаил гирштейн добрый день слушаем вас здравствуйте более трех лет назад еще задолго до начала выборов демократы искали причину того почему хиллари приезжала и они пришли к выводу о том что она приезжала из-за скандала вот если бы был бы байден они говорили тогда что он был легко победил трампа вот мы сегодня тоже вот подошли к тому моменту что теперь же байден лидер и он тоже окружен скандалами вокруг китая и украины его сын получил полтора миллиарда долларов и заплату там 80 тысяч в месяц вот и тем не менее он сегодня тоже лидер по всем опросам вот скажите пожалуйста на чем основывается вот его популярность и рейтинг высокий и я понимаю что эти левые сми приписывают там есть 15 баллов даже по отношению к хиллари он настоящая пустышка она была таком бойцом она могла войти хорошо спасибо я вас перерыву вопрос вас вас ваш понятен миша пожалуйста пустышка его называть конечно не совсем правильно потому что человек 40 с чем-то лет просидел 47 и сфера влияния у него огромное мы еще не все знаем не все подробности вот и часть я думаю что сейчас сентябре в октябре узнаем еще много интересных вещей но у нас я хочу напомнить что в общем собственно байден сам говорил что он бы победил если бы он выставил свою кандидатуру особенно никто больше не говорю что победил по байден может кто-то говорил понятно все и популярность его не надо забывать что демократическая партия она как любая теперь уже социалистическая или коммунистическая партия она голосует так как скажут поэтому собственно байден так байда да ну а на рейтинге меньше все надо смотреть окей слушаем вас добрый день ваш комментарий продолжению темы до рекламной паузы спасибо миша ну это тоже это нормальный был как бы бойкот это в общем собственно любой бойкот это не очень официальный как бы поддерживаемый бойкот это не уж не очень правильно и но то что будет а тоже занималась всякими то есть то что трамп обратил на это внимание а потом еще как выяснилось что будет очень много производит свою продукцию в китае как 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 обычно то эта ситуация нормальная он может призывать не покупать продукцию будет а и мы можем либо если нам нравится продукцию в общем можем реагировать на этот бойкот мог на этот призыв можем не рейтинг хорошо то есть идея его то что перестать поскольку гудгертая насколько понимал был понимают было чуть ли не единственным поставщиком машинного для машин для этих государственных машин для вот этих бронированных и так далее то поменять их или разбавить кем-то еще это в любом случае было бы неплохо ну само собой да мы принимаем звонок очередной добрый день слушаем вас здравствуйте я михаилу могу дать пожалуйста да я хотел бы узнать я может не сначала спрос поможет это вопрос как относится его мнение по поводу поездки трампа возможной в этот город кики нашим киноши окей ну мы об этом говорили но собственно вы говорили как настоящий лидер где где бурнул и он сейчас на нужен он но в киноши я думаю что его встретит большинство народу с распростертыми объятиями потому что нельзя уничтожать города что бы ни произошло конечно прав там полицейский не прав полицейский прав этот человек не прав от человек который полез за то ли за оружием то ли за ножом только там же машина но из-за этого уничтожать полгода это совершенно неправильно как бы реакция должна быть ну я должен сказать кстати что полиция киноши и полиция висконсина достаточно гораздо лучше проагировала чем в миннесоте и в минеаполисе что мы разберемся не надо делать не надо строить каких-то там гадать там чего-то у нас все есть мы мы посмотрим конечно это инцидент и мы конечно приложим все усилия и будем это нормальный подход потому что ну никто не знает но бывают всякие то есть то что видео которое сейчас кстати если посмотреть уже руки ношу не с левой стороны уже забыли вот но это интересно мы попробуем принять звонок давай миша слушай вас что вот это оскароносный режиссер левак амур а он выступил с письмом к демократической партии что энтузиазм в общем-то среди избирателей демократической партии на очень низком уровне что что-то у них не получается и что он очень боится что там как всегда аутсмарт то есть перехитрит и переиспользует более умные тактику и он опять выиграет и что они должны изменить свою тактику является ли это намеком на то что вот их вот это вот программа с этими восстаниями с этим погромными убийствами и и всем прочим не очень-то и сыграла потому что на мой взгляд вообще-то большинство людей должны понимать что вот что нас ждет если вы выберут вот этого байдена и демократической партии придет платье тоталитарная система но вот ваше мнение какое это лучше для них или все-таки они проиграли спасибо но майкл моррин и перед выборами шестнадцатого года предупреждал он любит предупреждать чтобы на всякий случай если вдруг куда получится так он наш там оказался умный самый потому что это все делается ему все равно он все равно свои деньги будут зарабатывать очередную ерунду снимет вот поэтому но правда сейчас непонятно сейчас голливуд в таком состоянии что неизвестно сейчас поскольку в кино никто не ходит голливуд местом 100 миллион я не не там там же перелицовывается там там же уже ты знаешь но это же наверно очевидно потому что как можно поддерживать партию которая руками и ногами поддерживают террористов и этих экстремистов ну все-таки ну 20 процентов я могу себе представить из демократов которым все равно то есть которые считают что может быть это правильно но остальные то должны что-то соображать вот поэтому понятное дело что энтузиазм не очень и и с другой стороны поддержка трампа не считаю вот на эти там не считаю несмотря если не обращать внимание на эти открытые письма которые смешны конечно когда там пара дюжин республиканцев написала что нужно голосовать за джо байдена они за трампа но эти это все республиканцы это все бывшие отработанный парк которым не нашлось вместо у них в конгрессе нынешнем не в администрации нигде возглавляемый этом кэссиком и джеффом флейком из аризоны вот поэтому кэссик из ахайо и джо флейк из аризоны но они известны но туда еще можно добавить мы можем особенно не задумываюсь человек 200 еще вспомнить которые трампа терпеть не могут но не могут ну что но самое главное миш смотри в этом случае интересно заметить что вот сторонники трампа это как какой-то монолит вот это в левых очень раздражает потому что практически вот эти пу если верить все-таки каким-то образом каким-либо опросам то они с горечью признают что вот от трампа не не отходят вот вот определенное количество я сейчас не помню не буду именно какие цифры называть но вспоминали они очень радовались когда в оклахам в оклахоме в толще когда трамп провел этот ралли в конце июня чтобы не полный был стадион что вот энтузиазм падает потом они говорили о там все заболели вот ну короче как обычно но энтузиазм особенно тут вопрос в чем тут же нету ну как альтернативу если бы со стороны демократов был какой-нибудь более-менее умеренный человек там свиста из тех же средних штатов из там я не знаю ну я не хочу вставить ее в пример из миннесоты вот эта девушка я забыл фамилию флобушар да не ну а клобушар которая до флобуша вот ну как умеренные более-менее или кто я просто не и и конгресса там нет нет сейчас понятия более-менее умеренных понимаешь в чем дело даже более или менее вроде было более-менее умеренные просто они сейчас задвинуты неизвестно куда потому что в принципе как бы но у джо байден был более-менее уверен и умеренный потому что он 40 лет работал сценария его волнует только там эти 17 и и все хорошо давай примем звонил тоже слушай вас говорить здравствуйте как-то по моему байден когда трамп виноват он держится в линии партии я вчера кусочек интервью а пресс-конференции мэра этой киноши застала и он там сказал трамп устроил весь этот тарарам почему я должен его расхлебывать я же по ему не говорю как надо работать почему он вмешивается в мои дела так что это генеральная линия партии это да они сейчас пытаются сказать что вот это вот такие беспорядки и такие ужасы которые происходят это все при трампе поэтому нужно голосовать не за трампа а там за байдена потому что трамп только на словах говорит закон и порядок а на самом деле ничего не делает но тут надо немножко вспомнить историю что трамп самого начала пытался бороться с антифой и со всеми этими и им подобными ему не давали ему кричали что это нельзя это там первая поправка ну когда не вспоминали когда им надо вот что это свобода слова и так далее он говорит что нет террористические организации это был понятно если я хочу напомнить сразу после инаугурации или переданной курации накануне инаугурации был этот бал диплора был диплора бал он назывался и там построили беспорядки там люди пытались вот эти люди в масках с ну с оружием я не знаю но с этими с факелом и с каким-то с чем-то пытались проваться там сожгли какую-то машину как мы помним там вашингтоне устроили это ведь это было самого начала и он пытался но что же там можно как что можно делать и может не надо не забываешь ему на два года фактически вообще там связали руки но это мы помним миссии на звонки давай попробуем примем добрый день слушаем вас говорить добрый день добрый день очень многие люди говорят так мне не нравится но в этой ситуации я пойду голосовать за него позицию вполне нормально и трамп не обязан никому ну а вы же помните этот анекдот вот когда раневская пришла смотреть на ману лизу и кто-то там стоял рядом с гол че-то дает она мне не нравится и раневская сказала что вы знаете молодой человек она уже столько лет там и уже столько лет что она уже может выбирать кому не нравится поэтому они это это миша это действительно разумно зачем он должен нравиться если он делает то что надо или как скажем так не делает то что не нужно толпу давай возьмем звонок еще добрый день слушаем вас здравствуйте скажите пожалуйста а что аризона это такой левый штат что они выбирают всяких флейка джона маккейнов я считаю что не как ты как бы правее чем или джон как бы он левый штат среди правых как бы поэтому то есть он левее техаса но естественно правее или 0 потому что все таки там ну и флейка маккейн они все таки как бы республиканцы они голосуют в основном так как несмотря на то что они там пытались что-то там говорить против трампа но по всем принципиальным вопросам они голосовали так как надо а если вдруг ну всем наверно помнят про брэда кавана когда флейк отказался и из-за этого чуть-чуть его не чуть-чуть его кандидатуру не утвердили но тогда нашелся кто-то еще кто а ну то ли лисы марковский тут или сюзан коллинз сказали сюзан сказал что я тогда буду голосовать за кавана и все был нормально поэтому в это динамическое такое равновесие а то что они там слегка странные республиканцы такие не 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 мейнстрима чуть-чуть с какими-то я не знаю отклонений миша там очень много зима видимо климат такой же да вот именно до пробуем принять еще звонок добрый день здравствуйте вот вы сказали про клубушар что она модерет вроде бы да она просто когда она конкурировала со всеми на этих праймерис она как бы выдавала вот эти вот свои перлы против своих соперников а сейчас она точно такая же такая радикальная и четко держит линию партии там вообще на мой взгляд среди элиты нет ни одного порядочного человека все мерзавцы и подлецы поэтому как бы низко среди них кого-то который бы на был похож на человека просто нет смысла даже это я про клубушар сказал только из-за того что она в принципе как бы более умеренно было чем остальные я же не говорю что на них на всех пробу ставить негде просто мы же выбирали из того что было нет миша не мы выбирали потому что если бы если была моя воля я бы за эту мариану вилл и выльямсон тогда бы проголосов единственное не не establishment человека этот но это писательница этих оккультовых романов потому что это все все сенаторы конгрессмены там бывшие мэры и так далее ну да 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 но еще вспомнить держится то есть который тоже вроде бы демократ нет ну да ну вот видишь очень забавная ситуация когда вот раньше такого не было вот это вот обострение последних я бы сказал лет когда человек как клеймо носит вот демпартию свою потому что раньше вполне достойные люди состояли в членах этой партии и мы помним сколько они сделали хорошего для страны тут ну нужно это же партия пытается нащупать как получить электорат вот и считают что как обычно что там наиболее бедные наиболее обездоленные должны их поддерживать для этого нужно как еще учил макс и ленин и так далее нужно все эти идеи бесплатного образования бесплатной медицины и бесплатных там сыра смешал мышеловки и так далее вот все вот эти вот идеи нужно поэтому их будут всех любить и не про сыр они ничего не говорят ну как какой они не говорят а про мышеловку непонятно про сыра не говорят говорят ну понятно вот вам кусочек сыра а вот тут и мировка мировку просто в школе не учат бу теперь поэтому вот и вся эта молодежь конечно отравленная кстати считается вот такой экскурс небольшой что это то что мы сейчас имеем с образованием из вообще там все это ли либерализация смели бы реализация образования уходит время в пятидесятые годы обязана тем что макарти в пятидесятые годы не доделал то что собирался очень мягко поступил с коммунистами вот поэтому и с их сторонниками потому что там арестовали там что-то всего 700 человек вот и поэтому а все остальные там все эти идеи так остались и по-тихому 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 захватили все но там же бы был еще потом период и вот этот конец шестьдесят как бы нивелировал всю его работу потому что появились движение много осталось тех с кем не разобрались 50 я не нужно расстреливать надо или что-то еще но по крайней мере поставить на вид ну кому-то поставили только что закончилась война которая то есть его идея это была правильная вот но к сожалению как обычно не дадим но а у тебя нет ощущения что вот таких фигур вот в нынешней нашей в нынешних реалиях практически нет ну в сенат-конгресс за редким исключением несколько сенаторов а не одну парку вы которые дожди трампа все-таки президент реалиях есть вот и бар очень ну ну бар все равно но он аккуратный все-таки он никого вполне иногда выговорит достаточно резкие вещи вот мы конечно ничего про кристофера не знаем он молчит подожди вот смотри вот 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 миша но миша но как вполне достойно погоди вот смотри от бара этого ты не услышишь допустим если трамп говорит открытым текстом ну он как всегда с открытым забрал но смотри он говорит что blm это внутренние террористы я не говорил то же самое кто в конгрессе выступал выговорит ну вот он практически все говорил теми словами но в целом в целом ты много знаешь сенаторов конгрессменов общественных деятелей и так далее которые говорят сколько знаю таких вот это круз этот круз но все те же именно рэнд пол да но это из миссури правильно но это то есть ну их конечно немного вот вот же об этом потому что в принципе назвать явление своим в общем-то такими словами которые заслуживают она и такими определениями это это большое дело потому что для заблокируют twitter twitter это как известно в политике основной средства получения но я я понимаю понимаю я кстати утром постоянно джеймс вудс а потому что это один из не только замечательных артистов но он реальный актер но он только человек консервативных взглядов но еще и очень страшно он 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 такие комментарии дает что просто можно вот переносить как говорится к себе на фейсбучную ленту хоть хоть каждая 2 потому что он очень заблокирован но заблокировать его блокирует бесконечно twitter отстранили но это же свобода слова они и мы тоже не говорим сегодня вот ну поэтому потому что тем у нас другая немножко передачи но мы они все время говорим о том что и часть наших каких-то эфиров и и часть наших публикаций так или иначе пытаются блокировать всяческим образом но это удалили совсем с великом ну это да я уже я уже я уже на эту тему и поэтому бы без особенных на ту причин без особенных конечно потому что есть вообще-то первая поправка который кое-кто уже забыл давно никакой там особой ненависти и хейт-спич никакой такой ну во первых если уже мы затронули эту тему то как правильно говорят тот же марк левин вот и другие но марк левин он из всех радиокомментаторов самый умный самый талантливый я думаю вот ну талантливый скажем самый умный вот и самые образованные и он га ну и он говорит что в общем собственно а что такое хейт-спич нигде в первой поправке конституции не написано что хейт-спич нельзя вот даже если ты это пытаешься классифицировать как хейт-спич это ничего не нарушает поэтому ну это 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 как говорится не хочешь это ты объясни господину цукербергу ему подобным а на сегодняшний день наши все комментарии объяснения и наши рассказы закончились спасибо что уделил нам время спасибо всем кто нас слушал приходите в общем-то заходите радиоблог не забывайте про тв-клуб континент про континент и если этот камп где вы можете прочесть в том числе и то что мы сегодня обсуждали спасибо всем и до новых встреч